Шпилька Давным-давно, задолго до нашей истории, джедаи и ситхи боролись за власть над галактикой. Те времена отметились жестокими противостояниями, в которых долгое время не было победителями. Но коварство ситхов тогда сыграло с души, и джедаи одержали верх над долгое время. Ситхи затаялись. Тысячелетия джедаи не встречали своего истинного врага. Столетия, когда в галактике царил мир, называли расцветом республики. Золотая эпоха джедаев. Но эти времена ослабили их. Они потеряли свое истинное предназначение, что в дальнейшем привело к жутким последствиям. Квайгон, мой первый учитель, считал меня избранным. Многие джедаи так считали. Мне предрекали судьбу спасителя, но не все были согласны с этим. Началом моего обучения у джедаев стал конфликт, который на долгое время перевернул галактику. Война против конфедерации независимых систем, так же известных как сепаратисты, долгое время сокрушала планеты и цены системы. Так началась война клонов, долгое время считавшаяся противостоянием добра со злом, но истинное значение этой войны открылось нам слишком поздно. Джедаи, загостеневшие от долгого мира, были не способны увидеть тьму в своих собственных душах, не говоря же о том, кто был главным виновником всего. К сожалению, я сам сыграл в падении джедаев не последнюю роль. Пророчество сбылось не так, как хотели того джедаи. Сидьи, которые долгое время копили силы, получили то, что давно хотели. Галактику. Джедаи, на которых тогда объявили охоту, были вынуждены скрываться, как обе ванны. Некоторые же, наоборот, находили в себе силы бороться в судьбе. Не только выжившие джедаи боролись с новой угрозой. Многим людям по всей галактике империя тоже пришла непонятно. Так началась новая война. Галактическая. Эта война открыла новых героев, которые боролись с империей, несмотря на ее мощь. В политике, недовольные угрозой империи, обычные люди, которым она угрожала, оставшиеся джедаи и их последователи, многие встали под знамена Альянса Повстанцев. Даже мои дети, о существовании которых я даже не подозревал, стали их предводителями. Люк, которого Оби-Ван спрятал на Татуине, и Лея, которая потеряла все на Альдеране, стали лидерами повстанцев. В конце концов, в попытке императора переманить Люка на темную сторону, я увидел истинное предназначение. Восстановить баланс силы и помочь сыну. Это вернуло меня к свету и с той тьмы, в которой находился Таттанг. Я тебя не останусь, я спасу тебя. Ты уже спас. Ненадолго в галактике выцарился ошаткий мир. Остатки былой империи все еще где-то прятались, выжидали, но из-за отсутствия грозной силы на сцену вышла третья сила — мандалорцы и прочие наемники. Мандалорцы стремились восстановить свою былую славу воинов. Эти люди были сильны тем, что не служили какой-то определенной властью, а следовали своим интересам. Скрупность обеспечивает выживание. Выживание — наша сила. Раньше наша сила была в количестве, а теперь мы живем в тени и выходим на поверхность по одному. Таков путь. Таков путь. Таков путь. Чего никто не ожидал, так это коварство императора. Империя, которая, казалось, навсегда потеряла все свои силы, устояла. Как и раньше, уничтожить темную сторону оказалось не так просто, и это сыграло с новой республикой службы. Возрожденный император вернулся и погрузил галактику в новую. Насеялась по своим. Только совместными усилиями его можно одолеть. Я сам все систи. А я... Я все джедаи. На какой стороне... Да. Я все джедаи. Продолжение следует...